Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы Недельная глава Ваехи Вчера мы остановились На том, что Яков благословляет своих сыновей Первого он порицал, можно даже сказать, Ревена Второго и третьего это Шимон и Ревит И он их порицает Игуда испугался, думал, сейчас его тоже будет порицать И он опрянул назад Но Яков начал его благословлять Он говорит, тебя, Игуда, восхвалят братья твои Рука твоя на хребте врагов твоих Поклонятся тебе сыны матери твоей Молодой Лев Ягуда От насильства ты сын мой Ударился, преклонился, лег он как лев и как леопард Кто посмеет потревожить его Не отойдет скипетр от Ягуды И законодательная власть из среды потомков его Пока не придет Шрила И ему повиновение народов К виноградной разе привязывает он сленка своего И к глазе нежной сына ослицы своей Моет вине одежду свою И в крови грозе в одеяния свое Краснее вина глаза его Белее молока его зубы Такое благословение За его справедливость Братья его признают Признают Что он будет царем Как он справедливо поступает Случисто мар Что он все таки не дал убить Иосифа Все это ему засчитывается И Он действительно Становится величайшим Написано Молодой Лев Ягуда То он еще молодой Он еще не мог стать царем И тогда С царем Стал царь Шауль Из колена Бениамина Но пришло время И потом от Ягуды Давид Постепенно Становится царем Это знаменитый наш царь Царь Давид Династия Давида Получила царскую власть И это Как это родословие работает Ягуда у нас Кого рожает Рожает Перец Аттамар Перец Рождает Хицерона Хицерона Рождает Рама Рам Рождает Аминадама Аминадам Рождает Нахшона Князя Иудейского Главного Нахшона Рождает Салмана Салмана Рождает Бааза Бааз Рождает Аведа Авет Рождает Ишая Ишая Рождает Давида Вот так Вот И отсюда идет родословие царей Давида, и так, вплоть до прихода Машееха. И потом написано, пока не придет Шила, и ему повиновение народов. Шила, это и есть Машеех, так пишет рабе Шлометскаки Раши. Все цари, которые построят храм в будущем, будут из колена Игуды. Если мы берем Шлома, он построил первый храм. Все начиналось с того, что Давид начал подготовку. Когда его не стало, Всевышний дал Шлома построить первый храм. Второй храм также построил потомок Давида, царь Зерубавил. А третий храм построил Машеех. То есть все это идет от колена Игуды. Что очень важно, что при царе Шлома мы жили спокойно. Всевышний давал покой при Игуде. И в конечном итоге даст. И земля прекрасная, и написано, что краснее вина глаза его, и блее молока его зубы. Это говорит о том, что на деле Игуды будет прекрасный урожай винограда, и молоко будет. В общем, очень прекрасное было свинья у Игуды. И количество людей в начале пустыни у Игуды больше, чем у всех. От его пяти сыновей, от Шелы, от Переца, Зераха, Хицрона и Хамуля идет самое большое колено 74 600 человек. Потом даже будет в конце пустыни 76 500, но в том случае у Иосифа, если сложить два колена Минаша и Ефраима, Иосиф в том случае его превзойдет, будет еще больше у Иосифа. Такое благословение у Иосифа тоже будет хорошее благословение. А в начале, если суммарно сложить колено Ефраима, это будет 40 500 и 32 200 у Минаше, то будет меньше, чем 74 600. Вот так. То есть очень хорошее благословение у нас идет. Потом у нас идет Звулун. Написано, колено Звулуна. Звулун у берега Морей во дворице. Он и у корабельной пристани, предел его доцедона. Благословение Звулуна быть богачом. У него такая браха, что у него идет добыча песка, из которого сделает стекло. Он тоже получает из моря улитку хилозоны, с которой добавляет синюю краску, для того, чтобы красить кисель, цицит. И торговля морская, и все, это все Звулун. Он богач. Естественно, мы знаем, что это надо заслужить. Потому что Маше, когда благословляет Звулуна, то Маше скажет, радуйся Звулун выходу твоему, а Иссахар в шатрах твоих. Значит, народа призовут они на гору, ибо изобилием морей питаться они будут, и сокровищами скрытыми в песке. Значит, это означает то, что Звулун богач, но его богатство напрямую зависит от его брата Иссахара. Он обязан делить свое материальное богатство с Иссахаром. А Иссахар, написано, осел Костистый, лежащий среди заград, увидев, что покой хорош и страна приятна, он преклонил свою спину под ношу и стал преданнейшим труженьком. Труженьком Торы. Он учит с утра до ночи Тору. Но за чего он должен жить? Вот для этого нужен Звулун своим богатством. Он делит свое богатство с Иссахаром, а выученная Тора, награда за нее, делится на двоих. На Иссахара, и Звулуна, и в этом мире, и в будущем. Вот так. Вместе они получаются сильные. В этом их сила. Если они вместе не будут, то и благословения работать не будет. Если Звулун не будет выполнять требования к нему, содержать Иссахара, то, естественно, он тоже не будет богачом, не будет иметь такой успех во всех делах своих. Вот так вот. То есть все друг от друга зависят. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Михаил Бен Леви, Берт Абат Исраэль, Павел Бен Ефим, Самуил Бен Герш, Хаймал Кабад Йосиф, Роза Бат Михаэль, в памяти Уни Бен Харитон Мендель Бен Мендель, Яков Бен Ахум, Вадим Бен Григорий, Владимир Бен Григорий. Здоровья Светлана Бат Клара, Шимон Бен Эцхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Первая Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бат Софья, Двойра Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двойра, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Мэль, Евгений Бат Берта, Евгений Бат Ита, Афира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юрия Бат Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат Берта, Ася Бат Года, Марк Бен Нина, Ира Бат Вера, Лер Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Майя Бат Фаина, Хана Цепора Бат Сара, Ида Бен Хая Арива, Ефим Бен Соня, Майя Бат Фаина, Алексей Бен Ольга. Мазал Парсас, Гула, Ирина Батури, Арон Аре Бен Нури, Захарос Шадух, Арон Аре Бен Двора, Низ Бен Ахум, Вигаль Бат Сара, Хана Бат Аврагам, Рафаэль Ари Лей Бен Лариса, Парна Сайблюд, Владимир Бен Рая, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Всего Хорошего Легу Марченко. Также пишите имена, за кого надо молиться на уроке Тора, имена упоминать, чтобы людям было легче. Так, всем Браха, Парна Сакаванам, Мазал Ту, что мы это время не грешили, читали Тору. Всем все самого наилучшего, желаю всем крепчайшего здоровья, пусть скоро закончится эта война, и до следующих встреч, надеюсь, он состоится завтра в 15 часов. Шалом!